Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и учебник «Всеобщая история. Новейшая история» за авторством Шубина, 10 класс, издательство «Просвещение». Параграф 6. Авторитарные режимы в Европе. Итальянский фашизм. Термины. Авторитарный режим, санация, тоталитарный режим, фашизм. Личности Юзеф Пилсудский, это поляк, и Бенитто Муссолини, это итальянец. Даты. 1923 год. Авторитарные перевороты в Болгарии и Испании. 1926 год. Установление режима санации в Польше. 1929 год. Подписание латеранских соглашений. Формирование авторитарных режимов. Процесс демократизации не принес большинству народов Европы заметного улучшения жизни. Особенно это касалось среднеразвитых стран, тех, которые не входили в число лидеров индустриального прогресса. В них еще преобладал сельский образ жизни. Средние слои, готовые активно участвовать в политической жизни, были пока довольно малочисленны. Народные массы, которые на короткое время пробудились к общественной жизни, вскоре вернулись к своим ежедневным заботам. Демократические завоевания воспринимались многими как бесполезное приобретение, приводящее только к политической нестабильности. В Европе один за другим стали устанавливаться авторитарные режимы. В 1923 году произошли авторитарные перевороты в Болгарии и Испании. В Болгарии против установления власти военных выступили партии демократической направленности, но коммунисты не поддержали их восстание, и оно было разгромлено. После этого коммунисты во главе с Дмитровым в сентябре 1923 года решили самостоятельно выступить против диктатуры, но естественно, что сил у них без демократов было крайне мало, и они тоже были разгромлены. В Испании во время переворота рабочие организации не стали выступать в поддержку парламентаризма, потому что парламентские партии ничего не сделали для улучшения положения трудящихся. В 1926 году в Польше маржал Юзеф Пилсудский совершил переворот, установив режим санации. Режим санации формально не отменял парламентской системы, Но вскоре вся реальная власть перешла к президенту. Этот пост занял сторонник Пилсудского Масцитский. Во время выборов, чтобы обеспечить сторонникам Пилсудского большинство, применялось насилие. Первоначально переворот был поддержан широким кругом политических сил, включая часть коммунистов. Им казалось, что маршал сможет привести серьезные реформы, но их надежды не оправдались. Важнейшим экономическим достижением санации стала стабилизация польской валюты с помощью иностранных займов. Но ко времени смерти Пилсудского в 1935 году положение трудящихся оставалось тяжелым. В середине 1930-х годов в Восточной и Центральной Европе осталось только одно демократическое государство – Чехословакия. Авторитарные режимы установились в большинстве европейских стран – от Португалии до Прибалтики. Но авторитаризм, как и парламентская демократия, был неустойчив, потому что диктаторы не имели прочной опоры среди населения. Решить эту проблему стремились создатели тоталитарных режимов. Вопросы. Первый. Почему демократия вызвала во многих странах разочарование? Так как эти самые демократические преобразования и достижения не улучшили уровень жизни. Вроде бы там появились всяческие законы, появились всяческие свободы, развитие всяческой демократии, свободные выборы. Но люди как жили плохо, так и продолжали жить плохо. А люди демократию устанавливали не для того, чтобы плохо жить, а для того, чтобы их жизнь улучшилась. И когда демократия ничего не изменила, люди разочаровались в ней. Все просто. Второе. Что способствовало установлению авторитарных режимов? Во-первых, это крайняя разобщенность, особенно в Центральной и Восточной Европе внутренних политических сил. Очень часто коммунисты и демократы противостояли друг другу, забывая обо всем. Как, например, в Болгарии, где, когда устанавливался авторитарный режим, демократы попытались выступить против него. Но коммунисты не поддержали их. В итоге сначала проиграли демократы, а потом, когда коммунисты попытались что-то вякнуть, разгромили уже и коммунистов, четко разъяснив, кто здесь самый главный. В итоге и демократы, и коммунисты проиграли в Болгарии, причем с разгромным счетом. А поддержали бы вместе, смогли бы победить. Вот такая вот специфика. Муссолини и идеи фашизма. Основатель фашистского движения Бенитто Муссолини родился в 1883 году в итальянской семье, которая придерживалась революционных взглядов. С юности он увлекался марксистскими и анархосиндикалистскими идеями. Работал в Муссолини сельским учителем. В 1902 году он вступил в итальянскую социалистическую партию ИСП. Затем стал редактором ее газеты «Аванти». В социалистической идеологии его привлекала возможность организовать рабочий класс для изменения существующего строя. Но демократический характер преобразований, за которые выступали социалисты, скоро перестал устраивать молодого лидера. Во время Первой мировой войны Муссолини активно ратовал за вступление в нее Италии на стороне Антанты, чтобы страна могла получить свою долю при новом разделе мира. Он вышел из рядов ИСП и после вступления Италии в войну отправился на фронт. Война способствовала ускорению прогресса индустриализации. На заводы и фабрики пришли тысячи людей, ранее далеких от активной общественной жизни. После же войны экономика Италии не смогла быстро восстановиться и пришла в упадок. Без работы оказалось 2 миллиона человек. Страну сотрясали социальные волнения, то и дело менялось правительство, которое ничего не улучшало и не решало. По окончанию войны Италия не получила все обещанные ей Антанты территории. Муссолини утверждал, что итальянцев обманули и предали. В 1919 году он основал собственную партию, которая широко использовала революционные лозунги, выступала за сплочение наций под руководством вождя, по-итальянски Дуччо. Дуччо должен был добиться расширения итальянской колониальной империи и за счет других народов обеспечить итальянцам процветание. Сторонники Муссолини, служащие, рабочие, бывшие фронтовики, объединялись в «фаши» в переводе «союзы». Это слово и послужило названием идеологии и движения «фашизм». Фашизм строился на идее подчинения интересов личности и отдельных слоев общества, интересам государства и нации. Он также проповедовал форму правления диктаторского типа, ксенофобию, милитаризм, экспансию. При этом социальные противоречия, раскалывающие и ослабляющие нацию, Муссолини предлагал ликвидировать. По его мнению, основу национального единства должен был составлять «Союз рабочего класса и буржуазии», гарантированный государством. Профсоюзные организации и партии, защищающие интересы разных социальных групп, необходимо было распустить. Вместо них рабочие и предприниматели должны были объединиться в общей организации, отраслевые корпорации, где они будут разрешать свои противоречия без всяких конфликтов под контролем государственных чиновников. Главной силой фашистской партии были отряды чернорубашечников, боевиков, набранных из бывших фронтовиков и молодежи. Эти отряды нападали на противников Муссолини, избивали, а иногда и убивали их, громили помещения организаций социалистов и либералов. Одновременно фашисты создали собственные профсоюзы, которые не проводили стачек, а достигали соглашений с предпринимателями. Многие рабочие и предприниматели были довольны такими результатами, и оказывали поддержку Муссолини. По договоренности с капиталистами, фашисты разгоняли забастовщиков. В 1921 году Муссолини и его соратники пригласили в консервативный национальный блок, и в составе этого блока фашисты получили 32 депутатских места в итальянском парламенте. Социалисты и коммунисты создали свои отряды народных смельчаков, которые оказывали сопротивление фашистским бандам. Однако силы сторонников Муссолини были гораздо мощнее. Антифашистская забастовка в 1922 году не удалась. Чернорубашечки просто разгромили пикеты забастовщиков. Вопросы. Почему Муссолини перестал быть социалистом? По той причине, что Муссолини хотел полноценной революции, а социалисты в Италии предпочитали идти путем эволюции, то есть путем реформ и реформирования экономической и политической системы страны. А Муссолини хотел полноценной революции, но по сути дела он хотел власти. Второй вопрос. Каковы особенности фашистской идеологии и тактики? По сути дела изначально фашисты не провозглашали какого-то тотального уничтожения других народов. Итальянский фашизм он провозглашал довольно жесткое подчинение интересам личности и общества, интересам нации и государства. Государство в первую очередь. При этом никакого капитализма фашизм не затрагивал совершенно. Частная собственность, какой была, такая и оставалась. То есть здесь было очень важное отличие от социализма. Социализм полностью игнорировал и ненавидел, презирал капиталистов. В то время как фашисты прекрасно себе воспринимали капитализм как нечто естественное. Но одновременно с этим общество должно было полностью подчиняться государственным интересам, как и любая личность у фашистов. И самое главное, фашисты очень активно провозглашали, что другие народы, они как бы вполне себе могут быть завоеваны для обеспечения интересов основного народа. Но в тот момент это накладывалось на различные идеологии колониализма. Создание фашистского режима. В октябре 1922 года Бенитто Муссолини объявил о походе на Рим. Тысячи чернорубашечков двинулись к столице, но по дороге были остановлены войсками. Могла начаться гражданская война. Король Италии Виктор Эммануил III опасался, что в этом случае могут усилиться коммунисты, и поручил Муссолини сформировать правительство, то есть сделал Муссолини главой правительства. Муссолини денационализировал нерентабельные предприятия и подавил забастовочные движения. Чтобы закрепить успех, фашисты создали органы, с помощью которых подчинили государству фашистской партии, независимо от итогов выборов. Такими органами стал Большой фашистский совет, премьер-министры и Добровольная милиция национальной безопасности, состоявшая из чернорубашечников. Изучаем документ. Из заметки в газете Times, это британская газета, от 30 декабря 1923 года. Италия, несомненно, никогда еще не была так сильна и едина, как сегодня. Дуччи облегчил дефицит бюджета, он значительно улучшил коммунальное обслуживание населения, а также положение дела на железных дорогах. Он добился сокращения разросшейся бюрократии, не увеличив при этом безработицы. Напротив, число безработных никогда не было в Италии столь низким. Не меньших успехов добился Муссолини в области колониальной политики, а его социальная политика, направленная на поддержку наименее обеспеченных слоев населения, достойна всяческого уважения. Вопрос. Какие внутриполитические мероприятия обеспечили Муссолини поддержку? Муссолини вообще-то занимался реально внутренними делами очень серьезно. То есть здесь общее наведение порядка в стране. Наведение порядка в коммунальной системе. Коммунальное хозяйство начало работать на благо людей очень качественно. Навел порядок на железных дорогах. Поезда стали ходить по реальному расписанию, а не когда этим самым поездам захочется, и опоздания стали постепенно исчезать. Хотя, конечно, полностью не исчезли. Навести такой порядок, какой был, например, на российских железных дорогах, итальянцы не могли ни тогда, ни сейчас. Потом, значит, Муссолини самое главное. Он убрал безработицу. Он сумел обуздать безработицу, дав работу населению. Пусть с трудом, но ему удалось это сделать. И это, конечно же, очень сильно повлияло на его популярность среди народа. На выборах 1924 года, проходивших в обстановке насилия, блок фашистов и некоторых праволиберальных партий получил большинство. Но оппозиция продолжала острую критику Муссолини, и при первой же серьезной неудаче своей политики он мог потерять власть. Тогда премьер-министр решился на новый переворот. Фашисты убили депутата-социалиста Матеотти. В знак протеста социалисты, коммунисты и часть либералов покинули парламент. Эти депутаты считали, что без их участия парламент станет неправомочен, и Муссолини будет вынужден пойти на уступки. Но в борьбе с диктаторами такая тактика не работает. В январе 1925 года Муссолини объявил вторую волну фашизма. С согласия короля и оставшихся в парламенте депутатов фашистский дучи присвоил себе функции законодателя и чрезвычайными декретами запретил оппозиционные партии и профсоюзы, которые были заменены корпорациями. Лидеры оппозиции в 1926 году были арестованы. Все государственные чиновники отныне должны были быть фашистами. Муссолини стал не просто премьер-министром, а диктатором, вождем итальянского народа. Вопросы. Как фашисты пришли к власти и смогли укрепиться у власти? По сути, с помощью насилия. То есть в Италии Муссолини действовал вообще крайне нагло. Но обратите внимание на одну очень интересную вещь. У Муссолини была четкая политическая, экономическая и социальная программы. То есть фашисты в Италии, они не просто хотели получить власть. Они предлагали людям альтернативу. Альтернативу, которую не предлагал никто другой. Ни социалисты, ни либералы, ни демократы, ни такой программы, как у фашистов, не имели. Поэтому люди прислушивались к фашистам. Может быть, они смогут что-то исправить. Что самое интересное, фашисты изначально именно что занимались исправлением ситуации. По этой причине Дуча действительно смог сначала пройти в парламент. Потом смог, устроив поход на Рим, ни много ни мало стать аж премьер-министром. И сформировать полное правительство, получив всю власть над Италией. А через некоторое время вообще провел переворот. Ведь в его руках фактически была альтернативная армия. Полноценные силы чернорубашечников. Второй вопрос. Почему широкое возмущение, вызванное убийством Мэтоотти, не привело к падению фашистского режима? По той причине, что фашисты очень хорошо умели манипулировать мнением. Они попросту, совершив это убийство, вынудили уйти своих противников из парламента и полностью захватили власть. Так как фашисты решили экономические и социальные проблемы в стране, то, несмотря на возмущение определенных слоев населения, в целом население выступать против фашистов не стало. Ведь фашисты решили государственные проблемы. Они дали людям работу, они обеспечили порядок, они навели порядок во многих сферах экономики. Зачем было выступать против таких? Опять возвращать полную анархию и бардак? Люди этого не хотели. Фашистский режим в Италии. Получив всю полноту власти, Бенетто Муссолини стал строить фашистское государство. Вся власть в стране находилась в руках Дуччи. Он возглавлял Большой фашистский совет, который принимал законы. Парламент низводился до роли совещательного органа. В то же время Муссолини объявлял свой режим высшей формой демократии. Это утверждение было основано на том, что миллионы людей теперь были членами фашистских организаций. Массовое общество, начавшись с вовлечения итальянцев в политическую жизнь, было превращено Муссолини в общество всеобщего контроля над массами со стороны государства. Все рабочие и предприниматели входили в корпорации, где должны были договариваться при посредничестве государства. Но чиновники, как правило, всегда остановились на сторону предпринимателей. В то же время почти исчезла безработица. Было создано общество De Palavro после работы, которое занималось организацией досуга трудящихся. В организованном порядке людей вводили в театры, устраивали для них массовые увеселения. И вот обратите внимание, многим сейчас покажется, мол, зачем было вводить людей в театры. Во-первых, в то время развлечений было крайне мало. Никаких интернетов, телевизоров и тому подобного не было. То есть у людей из развлечений было очень мало что. По сути, сходить в библиотеку и почитать книгу. Или, например, сходить в театр или на концерт. Но библиотек было мало, а театры и концерты были дорогими. Поэтому, когда государство стало организовывать досуг населения бесплатно, то, собственно говоря, это было очень популярно. Люди получили возможность не сидеть дома между работой, а реально получить какой-то хороший досуг, как-то отвлечься от окружающей действительности. И они очень были благодарны государству за это. Потому что, напоминаю, никаких интернетов, никаких телевизоров, никакой особой музыки, которую можно было послушать дома, тогда не было. Все это, вернее, там были всяческие патефоны, которые могли играть музыку. Вот только они стоили, как сейчас стоит дорогой автомобиль. Простым людям это было совершенно недоступно. Так что развлечение это было, на самом деле, очень хорошей возможностью. Далее. Значит, все итальянцы должны были поддерживать идеологию фашизма, хотя бы на словах. Противников режима отправляли в тюрьмы. Но Муссолини обошелся без массового террора. До Второй мировой войны было казнено всего несколько политических заключенных. Вне подчинения фашистам оставалась только церковь. Католическая церковь. После присоединения Рима к Италии, Папа Римский, который был прежним главой этого города и всех окрестных территорий, занимал по отношению к Италии очень враждебную позицию. Большинство итальянцев были католиками, и Дучи не мог открыто выступить против католической церкви. Он предпочел договориться с католиками и Папой Римским. В 1929 году Муссолини и Папа Пи XI подписали Латеранское соглашение, по которому католическая церковь признавала Итальянское королевство и обещала ему свою поддержку. В обмен на это Папа Римский вновь получал собственное суверенное государство Ватикан. Этим государством стал всего лишь район города Рима. Но и тем не менее Папа Римский вновь стал самовластным теократическим правителем. Расширялась роль церкви в системе образования и брачно-семейных отношений. Первоначально Муссолини поддерживал свободу предпринимательства. Но в 1929 году, когда началась знаменитая Великая депрессия, он был вынужден перейти к этатизму, то есть о государствлению экономики. Когда огромное количество предприятий становились государственными, цены в экономике очень часто замораживались. То есть государство начинало не просто жестко вмешиваться в экономику, а начинало жестко ее регулировать, когда уже рыночные системы переставали действовать. Это, конечно, разрушало рыночные отношения, но сохраняло рабочие места. Так что здесь, в принципе, Муссолини действовал достаточно правильно. В 1933 году был создан Государственный институт промышленной реконструкции, в руки которого перешло несколько крупных банков и корпораций. Рабочие и крестьяне были прикреплены к рабочим местам. Государство стало регулировать цены и зарплату. Это помогло преодолеть кризис, но более глубокие проблемы страны Муссолини рассчитывал решить с помощью внешних завоеваний. Вопросы. Первый. Как примус Солини идея фашистского государства реализовывалась на практике государственного управления? Ну, здесь это описывается. Во-первых, государство жестко контролировало многие вопросы обычной общественной жизни. То есть государство старалось, так сказать, обеспечить людей работой, обеспечить людей досугом. При этом любые попытки инакомыслия против фашистов жестко подавлялись. Правда, здесь надо отдать Муссолини должное. Он кровавым диктатором не был. При нем было казнено всего несколько человек за то, что они были против фашизма. Всего лишь. То есть никаких массовых расстрелов, массовых репрессий в Италии не было. По сути дела, даже евреи в Италии продолжали жить себе спокойно вплоть до падения режима Муссолини. Несмотря на то, что Гитлер требовал от Муссолини начать уничтожение евреев, Муссолини, насколько я так припоминаю, Муссолини попросту выдал этим самым евреям итальянские паспорта, где не было строчки о том, какое вероисповедание. То есть не было написано, что там это иудеи. Вот и все. Они все стали просто итальянцами. И таким образом проблема была решена. И когда Гитлер там что-то спрашивал, Муссолини отвечал, у меня нет евреев, у меня только итальянцы на территории проживают. Вот такая вот своеобразная специфика. То есть Муссолини, несмотря на то, что был очень властолюбивым, был фашистом, кровавым диктатором он никогда не был. Но это не уберегло его от довольно-таки жуткой казни в конце Второй мировой войны. Второй вопрос. Как изменялось отношение Муссолини к государственному регулированию экономики? Если бы не Великая депрессия, скорее всего, Муссолини сильно в экономику не вмешивался бы. Но Великая депрессия нанесла такой жесточайший удар по всем странам, какие только были, включая даже Советский Союз, что здесь у Муссолини не было выбора. Либо он опять, так сказать, выкидывает на улицу миллионы людей, создавая огромную армию безработных, либо он жестко начинает создавать государственную экономику, обеспечивая людей работой. Да, это разрушало рыночные отношения, это разрушало капитализм, но у людей сохранялась работа, сохранялась зарплата, то есть, в принципе, в стране сохранялась определенная стабильность и порядок. И так что здесь Муссолини все-таки был, на мой взгляд, прав. Начало борьбы с фашизмом. Опыт Италии вызвал не только протесты, но и восхищение во многих странах мира. Представителям бизнеса казалось, что фашистскими методами можно легко покончить и с сопротивлением рабочим, и с социалистическими идеями. Фашистское движение развернулось по всей Западной Европе. Против него выступали социалисты, коммунисты и либералы. В 1933 году премьер-министр Австрии Дольфус, опираясь на фашистов и консерваторов, отменил демократические свободы и начал создавать диктаторский режим, во многом похожий на итальянский. Социалисты и коммунисты в феврале 1934 года подняли вооруженное восстание. Армия подавила это выступление, и режим Дольфуса устоял. Иным был исход борьбы с фашизмом во Франции. В этой стране в начале 1930-х годов возникли фашистские и праворадикальные движения. Правые считали необходимым создать тоталитарный режим, но не разделяли социальных идей фашистов. Фашисты рассчитывали прийти к власти с помощью правых радикалов, а потом избавиться от них во Франции. Французские либеральные партии не могли оказать сопротивление фашистам, так как не располагали массовыми организациями. Социалисты и коммунисты обличали друг друга, не вступая совместно с их сторонниками. Воспользовавшись ситуацией, в феврале 1934 года тысячи фашистов и правых радикалов двинулись к зданию парламента во Франции, чтобы разогнать его. Но тогда к парламенту пришли тысячи противников фашизма. Здесь были и социалисты, и коммунисты, и либеральные демократы. Все вместе, в одном строю. Они выступили против фашизма. Демонстрация противников фашизма оказалась гораздо более мощной. Демократические свободы во Франции были сохранены. То есть, вот здесь вот надо было отдать должное. Да, во Франции фашисты попытались разогнать парламент, но все вот эти противники, которые изначально только друг друга, собственно говоря, и кусали, социалисты, коммунисты, либералы, как только появился единый враг, они мгновенно объединились и выступили очень жестко против фашизма. Крайне жестко. В итоге Франция осталась демократией. Вопросы. Кому идеи и практика фашизма казались привлекательными? Во-первых, разумеется, это различные восточноевропейские страны и центральноевропейские, там, где демократические режимы были крайне неустойчивыми. Второе, разумеется, это капиталисты. Им тоже очень нравились фашистские идеи, потому что фашисты выступали против социалистов и различных профсоюзов, которые отстаивали интересы рабочих и мешали капиталистам делать как можно больше денег. Второй вопрос. Почему во Франции фашисты потерпели поражение, а в Австрии победили? По той причине, что в Австрии, которая все-таки до Первой мировой войны, это была Великая империя, Вена была столицей огромного и достаточно сильного государства. И вдруг все это исчезло. И жившие в Австрии немцы, они чувствовали себя крайне обиженными, оскорбленными и обделенными. Они привыкли жить в огромной империи, но вместо огромной империи у них остался крошечный кусочек государства, которое абсолютно ничегошеньки не значило ни в какой европейской политике. Австрия была абсолютно ничтожным в этом отношении государством. Поэтому они, по сути дела, были согласны на любой режим, который хотя бы попытается вернуть Австрии прежнее уважение. И самим австрийцам прежнее уважение. В то время как во Франции там ситуация была другая. Вспомните, демократические свободы во Франции появились еще в 17 веке. Знаменитая фронта. Потом она активно развивалась весь 18 век, приведя к Великой французской революции. 19 век. Здесь различные демократии сменялись империями и вновь приходили демократии. И вот в этой стране пытаться установить тоталитарный режим, да это просто смешно. Во Франции, так сказать, различные интересы свободы и демократии появились раньше, чем во многих других странах. Поэтому попытка во Франции установить фашистскую диктатуру была, на мой взгляд, заранее обречена на провал. Вопросы и задания, но перед этим не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте. Ссылка на нее есть в описании под видео. Первый вопрос. Почему в Европе возникли авторитарные режимы? Поскольку они возникли по той причине, что их поддержало население. Население поддержало авторитарные режимы, так как различные демократические режимы не решали проблемы населения. Они не решали проблемы безработицы, низкой зарплаты, полной социальной незащищенности. Демократии все это решить не могли. А авторитарные режимы обещали решить эти проблемы. Где-то, как в Италии, это частично удалось. Где-то никто этим не занимался. Второй вопрос. Чем тоталитарные режимы отличаются от авторитарных? При авторитарных режимах государство хоть и активно вмешивается в общественную, политическую, социальную жизнь, но при этом определенные внешние признаки демократии остаются. То есть при авторитарном режиме могут быть какие-то другие партии, кроме одной государственной, могут быть какие-то признаки демократии, проводиться выборы, еще что-то. При тоталитарных режимах никаких выборов нету вообще в принципе. Существует только одна единственная партия, которая полностью решает абсолютно все вопросы в стране. Никакое инакомыслие не допускается. То есть, например, на территории Советского Союза был тоталитарный режим, поскольку существовала только одна единственная партия, коммунистическая партия Советского Союза, знаменитая КПСС. И только эта партия имела право решать все вопросы. В нацистской Германии существовала нацистская партия, и только эта партия могла решать все вопросы. В то время, как при авторитарных режимах, да, была, например, в той же Италии, там была фашистская партия, она была основной, но при этом какое-то время существовали и другие партии, и они тоже как-то влияли на общую политику. Третье. Как фашистский режим обеспечивал контроль над обществом? Во-первых, посредством, разумеется, репрессивного аппарата, различных видов полиции, армии, различных служб безопасности и тому подобного. Причем, здесь надо понимать, что обычная полиция, она обычно занималась своими делами, но в авторитарных и тоталитарных, особенно в фашистских режимах, часто существовала специальная полиция, отдельная от общей полиции. И контролем над мыслями населения занималась именно эта специальная полиция. То есть, например, в той же самой нацистской Германии, при Гитлере, там была обычная полиция, а было гестапо, государственная тайная полиция. Так вот, контролем населения и борьбой с различным инакомыслием занималась именно гестапо, в то время как поимкой различных воров, поимкой различных убийц, тут занималась обычная полиция. То же самое на территории Советского Союза. Была обычная милиция, если где-то совершалась кража, какое-то ограбление, этим занималась обычная милиция. Но вот если где-то кто-то начинал призывать к свержению власти, приезжала НКВД. То есть, четкое разделение служб безопасности. Далее, четвертое. вспомните, когда Рим был присоединен к Итальянскому королевству и возник конфликт между Папой Римским и Итальянским государством. Это произошло сильно во второй половине 19 века. До этого существовала Папская область, то есть полноценное государство Папы Римского. И это государство, оно включало в себя не только весь город Рим, но и целую область вокруг этого самого Рима. В некоторые годы Папское государство имело в своем размере довольно-таки крупные территории. Но после присоединения Рима Папа Римский превратился просто в главу церкви. Он перестал быть главой собственного государства. И тогдашнего Папу Римского это страшно оскорбило. Как Бенитто Муссолини удалось преодолеть этот конфликт? Ну к тому моменту Папа Римский уже в принципе понимал, что вернуть обратно всю Папскую область ему уже не удастся. Но когда Папе Римскому все-таки предложили свое государство независимое от кого бы то ни было знаменитый Ватикан, то Папа Римский на это согласился. Да, Ватикан это фактически просто собор Святого Петра с окрестными зданиями. То есть крошечная совершенно крошечная территория. Но при всем при этом эта крошечная территория является самостоятельным государством. И все вопросы там решает исключительно Папа Римский. Далее пятое. Заполните таблицу. Ну и здесь таблица фашистский режим в Италии. Какие проблемы итальянского общества, который Муссолини решил? Какие провел реформы? Какие были результаты у этих реформ? Муссолини безусловно смог решить ряд коммунальных проблем. Самое главное он смог решить проблему безработицы, которая в Италии была очень тяжелой. Но одновременно с этим провел и ряд реформ. Ну были некоторые социальные, много политических реформ. Ведь во время установления авторитарного, а затем и диктаторского режима, многие различные формы демократии были ликвидированы. Парламент Италии, например, из прежнего законодательного органа превратился в просто совещательный орган, а все вопросы в Италии решал фашистский совет при Дуче. Он был главным. Результаты же реформ у Дуче, у Муссолини, они несколько неоднозначные. С одной стороны, Муссолини удалось решить ряд проблем, справиться с безработицей и навести определенный порядок в стране. С другой стороны, сказать, что при нем экономика активно развивалась было нельзя. В то время, когда Советский Союз, то есть к концу 30-х годов, когда Советский Союз уже осваивал, например, в своих танках, такие танки, как БТ-7, например, появились, когда начинали проектировать Т-34, Италия с огромным трудом производила танки, которые Советский Союз сделал в самом начале 30-х годов. Например, технология сварных швов на танках в Италии так и не была освоена вплоть до конца Второй мировой войны, в то время как Советский Союз эту технологию для массового производства освоил еще в 37-м году. То есть, извините, какая огромная разница. То есть, Советский Союз технологически он все-таки опережал в этом отношении даже Италию. Италия в технологическом плане сильно отставала. И это отставание только больше усиливалось и усиливалось по мере того, как шло время. На самом деле, к Второй мировой войне Италия подошла как крайне отсталое государство. Несмотря на то, что вроде бы Италия имела мощную промышленность, и тем не менее, итальянские моторы, самолеты, танки, бронемощины, итальянская артиллерия, они были крайне примитивными. По сути, это было все оружие и системы буквально Первой мировой войны, но в лучшем случае начало 20-х годов. Ничего нормально современного у Италии не было. Поэтому результаты этих реформ неоднозначны. Да, вроде бы экономика сохранялась, да, безработицы не было, но при этом сказать, что было развитие технологий нельзя. Муссолини совершенно этим не занимался. Шестой вопрос. В резолюции Пятого Конгресса Коминтерна, принятой в 1924 году, говорилось, фашизм представляет из себя боевое оружие крупной буржуазии в борьбе с пролетариатом, который она не в силах сломить путем законных государственных мер. Однако по социальному составу фашизм должен быть признан мелкобуржуазным движением. Питательной средой для его корней являются главным образом те средние свои буржуазии, которые капиталистический кризис обрекает на гибель. Все буржуазные партии и особенно социал-демократы принимают более или менее фашистский характер, прибегая к фашистским методам борьбы с пролетариатом. Социал-демократия поэтому никогда не может быть надежной союзницей в борьбе пролетариата с фашизмом. Насколько были правы коммунисты? В чем их оценки не оправдались? Прежде всего, не оправдались в том, что демократические и социал-демократические партии начнут склоняться к фашизму. Наоборот, в очень многих странах социал-демократы категорически были противниками фашизма, причем очень и очень сильными противниками. При всем, при этом к фашизму на самом деле гораздо больше склонялись как раз-таки крупные буржуазии, а вовсе не мелкая. Мелкая буржуазия в очень многих странах предпочитала исходить нередко из социал-демократии или либеральной демократии, а вовсе не из фашистской. Но вот крупная буржуазия действительно чаще всего смотрела на фашизм как на очень удобное средство личного обогащения и решения многих своих проблем. Есть такой факт. Седьмое. Составьте хронологию фашистского режима в Италии для периода 1922-39 годов, учитывающий политические и экономические изменения в процессе его эволюции. Ну, собственно говоря, а насколько нам надо настолько глубоко погружаться в фашистский режим в Италии? Изначально это общий фашистский режим, потом это смешанный фашистский режим, когда Муссолини стал премьер-министром, но при всем при этом фашистская партия уже вошла в парламент, но сам парламент еще продолжал работать. Потом полноценный авторитарный режим, при котором парламент уже практически стал очень сильно ослабляться, а фашистская партия стала одной из основных. Потом так называемая вторая волна фашизма, полноценный переворот, после которого парламент прекратил свою работу как законодательный орган и превратился просто в совещательный орган и не более того. После этого тоталитарный режим, вплоть фактически до падения режима Муссолини в Италии, если не ошибаюсь, по-моему, это 43-44 годы 20 века. Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа. Почему в 20-30 годы 20 века в европейских странах складываются авторитарные и тоталитарные режимы? Я уже отвечал на этот вопрос. По той причине, что демократические режимы не смогли решить имеющиеся проблемы в странах. А проблем этих было очень и очень много. Демократы, социалисты, социал-демократы, либералы не могли решить те проблемы, которые были в странах. В то время как фашисты показывали, что в принципе решить эти проблемы можно, как и авторитарные различные режимы. Поэтому они и устанавливались. и и и и